Всем добрый день, здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве. Сегодня я вам расскажу об интересных местах Москвы. Конечно, их больше, чем я вам о них расскажу, чем те, о которых я вам расскажу. Это места, где в Москве принято загадывать желания, и приезжие всегда спешат что-то где-то потереть, натереть, да не только приезжие, москвичи тоже. Одно из таких мест находится в Александровском саду, напротив памятника государю-императору Александру I Благословенному. Памятник я вам покажу мельком, потому что моя цель не памятник Александру I, а как раз-таки рельеф, который находится напротив этого памятника. Памятник вот такой вот. Здесь изображение Серафима Саровского и Александра I. И вот возле этого памятника, вы видите, рука натертая до блеска. Люди абсолютно всех возрастов любят загадывать желания. Говорят, что заветные желания, которые здесь загадываются, сбываются. И вот эту руку, натертую руку, видно уже издалека. И насколько я где-то читала, что специально даже люди сюда приходят, чтобы загадать желания. Причем приезжают и всегда, из года в год. Ну, наверное, на самом деле сбываются, раз люди так настойчиво сюда приходят. Автор барельефа, народный художник России, скульптор Салават Щербаков. Вот. И у него дед, прадед, вернее, был священником. И у них дома всегда находилась икона Серафима Саровского. И внутри семьи скульптора она считалась чудотворной. Когда дети болели, ее клали под подушку, не выздоравливали. И, конечно, что вот в своем барельефе он изобразил Серафима Саровского. И вот вы видите сейчас этот кулак Александра Первого. Говорят, что его вроде как загадывают желания атеисты. Ну, не знаю. Я и там, и там потерла. Но, конечно, мне ближе рука Серафима Саровского. Ну, и скажу еще в двух словах про барельеф. Что здесь изображена... На первом барельефе изображен государь во время битвы народов. И второй барельеф изображает знаменитую сцену вступления союзников в Париж. Вот. И, в общем-то, когда я здесь снимала, тоже многие подходили, натирали, смотрели, обсуждали. Ну, вот здесь вот так написано, что для предания позднейшему потомству настоящей славы России и сердечной благодарности к виновнику он и воздвигнуть в престольном граде памятник с надписью Александру Благословенному императору Всероссийскому Великодушному, держав восстановителю от признательной России. Вот такая вот надпись. Сам император не соблаговолил одобрить построение памятника себе, но об этом здесь умолчали. Ну, и второй сюжет о духовном пути Александра Павловича, вот как раз с Серафимом Саровским. Встреча Александра и святого Серафима Саровского. Сюжет этот легендарный, подтверждения такой встречи нет, но легенда старая, еще до революционной поры. И здесь была такая картина, которая послужила источником для барельефа. Ну, это задняя часть, как бы, памятника. Ну, и здесь же в Александровском саду есть еще один. Вот он, кстати, я вам сейчас покажу. Вот он, сам памятник Александру Первому, напротив которого установлен этот монумент, о котором я вам сейчас рассказывала. Точнее, этот барельеф. Вот. Ну, и здесь же в Александровском саду есть еще одна скульптура, возле которой часто фотографируются, которые тоже подходят, чтобы залюдать желание. Сейчас мы к ней подойдем. Это находится вот здесь, из скульптуры. Это рыбарь с золотой рыбкой. Вы видите, здесь такая вот, как бы, она стоит в воде. Надо перепрыгнуть, чтобы туда залезть, там сфотографироваться. Но людей это не останавливает. И кто-то даже может по воде туда, попадая в воду. Но тем не менее, к золотой рыбке потереть, натереть и загадать желание. Многие тянутся, многие туда залезают, фотографируются и загадывают желание. Она находится на Манежной площади, в Александровском саду. Точнее, внизу, вот сверху Манежная площадь. Вот. И здесь такое, есть много различных сказочных таких персонажей. Вот на этом вот месте находятся фонтаны. И вот такая золотая рыбка, которая исполняет желание, возможно. Дай Бог, чтобы все желания людей сбывались. Хорошее желание. Это самое главное. Вот такая здесь. Такое место. Ну и еще один, на мой взгляд, самый интересный памятник. Это такой ушастый моллюск, которого уже называют самым маленьким памятником столицы. И единственным памятником улитки в Москве. Сразу ее не заметишь. Она очень маленькая, но симпатичная. И сидит на перилах крыльца дома номер по одним данным 8, по другому данным 10 по Голиковскому переулку. Какой-то шутник, который создавал карты Google, назвал ее памятником. Я здесь как-то раз была, снимала Голиковский переулок, искала памятник. Ну, в моем понимании, памятник, это большой памятник. И не нашла. Думаю, странно. Ну, наверное, убрали. А вот оно что. Оказывается, памятник вот такой малюсенький. И сидит он на перилах. И здесь раньше вот эта дверь, которую вы видите, здесь раньше был офис строительной фирмы, которая занималась реконструкцией дома. И ее директор на свои деньги заказал решетку вот эту и улитку. Фирма развалилась, директор умер, а улитка до сих пор живет. Только она раньше была покрыта медью, теперь эта медь осыпалась. Вот. Ну, и потянулись сюда любознательные туристы. И считается, что эта улитка исполняет желание, если ее тоже, как всегда, нужно натереть. Ну, скорее всего, это такой московский ответ питерскому чижику-пыжику, которого все знают. И все всегда пытаются найти на набережной Санкт-Петербурга. И в Москве есть вот такой маленький-маленький памятник улитки. А я сейчас вспоминаю, что в Калининграде есть тоже семья хомлинов. Папа, мама, дедушка, бабушка и детки. И их рассадили по всему городу. Вот, когда я была в Калининграде первый раз, был только дедушка на мосту. Потом появилась бабушка в музее-музее янтаря. Потом мальчик в музее Мирового океана, внук. Сейчас, говорят, уже появились папа с мамой. Вот я надеюсь, скоро поеду в Калининград. И всех вас познакомлю с этим семейством хомлинов. Всех их вам сниму, покажу и сама посмотрю. Ну, а на сегодня это все. Конечно, это не все памятники, которые исполняют желание в Москве. Ну, вот с тремя памятниками я вас сегодня познакомила. Всем большое спасибо за просмотр. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого хорошего. Самое главное, будьте здоровы. До свидания, до встречи на моем канале. Всем пока-пока. Обращайте внимание на мелочи. Они бывают вот такими симпатичными. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok